Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Даниил Рябинин. Сегодня у нас в гостях и романах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Аркадий! Добрый вечер, Даниил! Благословите наших телезрителей! Господь Бог Вседержитель, да благословит всех любящих Его, исподобит нас прийти путь этого поста, дабы очистившись мы встретили светлое воскресение Христово. Ну и для вас, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы традиционно работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Сегодня, Денис Аркадий, с вами вот в начале Великого Поста мы хотели бы обсудить темы, во-первых, темы поста, а в частности в этой тематике обсудить более подробнее канон Андрея Критского, который читается вот на протяжении четырех дней первой седмицы поста. Давайте сейчас, Аркадий, начнем, может быть, с того, вообще, кто такой преподобный Андрей Критский, вот почему именно его канон вошел в состав богослужения, постового богослужения? Преподобный Андрей Критский, к сожалению, неизвестна точная дата его рождения. Он родился около 660-го года. И как свидетельствует житие этого святого, появившееся, к слову, заметим, еще до 1843-го года, то есть очень близко ко времени его жизни, в нем говорится, что, будучи младенцем, он до 7 лет не говорил ничего, даже считали его немым. Но после первого своего причастия в 7-летнем возрасте он стал говорить и был отдан в обучение в Дамасске, где он и родился своими родителями Георгием и Григорией. И очень успешно учился, так что к 14 годам он уже освоил всю вот эту вот грамоту, науку того времени. И в 15-летнем возрасте был отдан в Иерусалиме в святогробское братство при храме воскресения Христова в Иерусалиме. И, в общем-то, это как раз его жизнь, вот подвиг в этом монастыре, где он начался, монашеский подвиг, впоследствии определил одно из его прозвищ, как Андрей Иерусалимский или Иерусалимленин. В 685 году, после того, как в Иерусалим поступили акты 6-го Вселенского собора, он был направлен от имени патриарха Иерусалимского в Константинополь, где остался и впоследствии был рукоположен сначала в диакона при храме Святой Софии, прослужив там более 20 лет, неся различные послушания, в частности, заботясь о сиротском доме. Затем был посвящен в сан епископа и поставлен архиепископом Крита. Его таланты многообразно проявились в жизни, и, среди прочих, он является творцом Великого Покаянного Канона. Вообще он составил довольно много канонов, и исследователи, ученые, литургисты вообще считают, считают, что именно преподобный Андрей Критский является основателем этого жанра церковной гимнографии, который мы знаем теперь как канон. И Великий Покаянный Канон – один из первых образцов как раз такого песнопения этого типа, пришедших на смену прежним песнопениям, которое называется «Кандакон». И преподобный Андрей Критский трудился в одно время с еще рядом известных, очень на сегодняшний день, церковных гимнографов, авторов преподобным Иоанном Дамаскиным и Косьмой Майумским. В общем, они в одной этой стезе трудились. Но среди прочих множества творений стихи, тропарей и канонов преподобного Андрея, без сомнения, выделяется вот этот вот канон, который мы сегодня с вами говорим. Великий Покаянный Канон. Интересная деталь, которая упоминается, в связи с чем появился этот канон. В 712 году император, бывший в то время у власти, эзотический император, хотел возвратить монофилитство, ересь, которая была осуждена Шестым Вселенским Собором. И в числе прочих участников этого собора фигурирует имя преподобного Андрея Критского и также будущего патриарха Константинопольского Германа. И их подписи были поставлены под деяниями этого нечестивого собора. И что в чем впоследствии сам Андрей очень глубоко раскаивался, сожалел. И вот как считают, что свое вот это вот раскаяние, покаяние, сожаление в том, что он отступил, поддался вот какому-то этому давлению, влиянию, он выразил затем в этом возвышенном покаянном каноне, как некогда царь Давид, царь-порок Давид, согрешив и будучи облеченным от Бога, составил этот бессмертный поистину песню покаяния Псалом 50-й, «Помилуй меня Боже, велица и милости Твоей». Отец Аркадий, ну вот он называется Великим, это по содержанию или по объему, вот сам по себе этот канон называется? Ну, во-первых, конечно же, по объему. В действительности равного этому произведению другого такого нет. Великий покаянный канон содержит 250 тропарей и 11 ирмосов. И сам преподобный Андрей составлял его, ориентируясь на стихи библейских песен. Ибо еще и до того, как появилось такое песнопение, канон, сам по себе термин это слово, канон, по отношению к богослужению употреблялось. И в прежние века этим словом обозначали как раз пение библейских песен, то есть текстов священного писания, которые в писании выражены, как воспетые праведниками. Например, вот песня Моисея, воспетая после чудесного прохождения израильтянами по дну Черного моря. Или песня того же Моисея, воспетая им после того, как он увидел народ, отпавший от Бога, спускаясь из горы после общения с Богом. Песни пророчицы Анны, матери пророка Самуи, пророка Исаии и других. Их всего насчитывается в священном писании 16 таких песен, но в богослужении употребляются не все. И канон это девятипесенное произведение, вот в основе которых лежат эти самые девять песен. Причем не только песни Ветхого Завета, но это и две песни Нового Завета. Песня Пресвятой Богородицы, «Величие душа Моя Господа» и песня пророка Захарии, которые как раз составляют девятую песнь канона. И вот по такому своему объему, по количеству стров, входящих в это произведение, он и именуется Великим. Но, конечно же, будет справедливо сказать, что величие его проявляется и в его содержании. Это произведение, в котором воспет гимн кающейся душе. Это призыв к душе покаяться. Это очень, я бы даже сказал, такой необычный, наверное, прием, потому что автор, преподобный Андрей, обращается с призывом к своей душе. «Душа Моя, покайся». Ну и, соответственно, по этой причине он так плотно укореняется от богослужения Великого Поста? Да, конечно же. Как и вот Псалом 50-й, нами уже упомянутый, который, поистине, справедливо назвать гимном покаянии, так и этот покаянный канон стали таким символом, что ли, я бы даже сказал, знаком времени Великого Поста. Именно в первые дни, когда начинается пост, в вечернее время, приходя в Храмы Божии, мы слышим эти возвышенные слова, этот призыв к покаянию, который напоминает нам, что истинный пост — это путь, на который мы вступаем, это стезя, которая ведет нас к празднику Воскресения, к празднику Воскресения, как явлению Царства Божия, как победы Господа Иисуса Христа над смертью и грехом человеческим, как преодоление этой смерти. Поэтому вот этот покаянный путь — это путь, который человек должен пройти, душа человека должна пройти, стремясь к покаянию, покаянию, которое очищает человека, которое делает светлее вот этот духовный взор, открывающий нам возможность лицезрения самого Бога. И поэтому очень хорошо, когда мы приходим в Храм и очень внимательно слушаем эти слова, назидаясь и проникаясь вот этим вот состоянием, этим призывом. Ведь в покаянном каноне не только в каждом тропре звучит призыв, но он исполнен огромного числа образов, примеров праведности ветхозаветных, праведников, патриархов Ветхого Завета, равно как присутствуют там и образы отрицательные, то есть то, чего мы должны избегать, то есть примеры, которые мы должны не отрицать в своей жизни поступки, всячески обличая их в себе и, соответственно, избегая их, напротив, следуя прекрасным примерам того, как ветхозаветные праведники прославляли Бога, как даже оступившись и согрешив, находили в себе силы к покаянию, и мы видим то, что это покаяние было деятельным, и вот автор призывает именно к такому деятельному покаянию, в одном из тропарей замечательные звучат слова о том, что без действия невозможно изменение никакого ни внешнего в человеке, в поведении его, ни внутреннего. Отец Аркадий, для понимания достаточно, вот этот канон достаточно сложен, не только тем, что он изобилует достаточно большими образами, вот ветхозаветными, то есть если мы, допустим, не зная ветхого завета или не читая, нам достаточно ведь сложно эти образы как-то все воспринимать. Без сомнения, вот, конечно, этот момент присутствует, вот так вот просто человек, как говорится, войдя в храм с улицы в первый раз, наверное, практически ничего не поймет, может быть, кроме самих вот этих вот слов, призыва к покаянию, и то само слово покаяние может для кого-то быть еще и неясным. И автор, составляя это произведение, исходил, естественно, из того, что человек знает Писание, знает священную историю, и для него вот эти вот имена Адам, Ева, Каин, Авель, Енох, Енос, они не просто какие-то странно звучащие имена, да, как Моисей, Илья, Елисей, Давид, Соломон и так далее, но это конкретные реальные личности, образы праведники ветхого завета. Отец Аркадий, давайте немножко привнемся, у нас первый звоночек, нам звонят из Нижнего Тагила. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, благословите, пожалуйста, батюшка. Я хочу сказать, что вы говорите о таком глубоком содержании. Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Я задаю вопрос, не слышно, да? У нас, видимо, какая-то небольшая неполадка. Мне кажется, что у нас не включен просто звук. Да, наши операторы. Ну, может быть, пока... Да, я вам скажу суть вопроса, потому как я был осведомлен уже. Он заключался в том, что наш телезритель озабочен тем, что, вот как раз таки продолжаем, может быть, мой вопрос, тем, что канон непонятен для человека. Во-первых, написан на церковно-соянском языке. Он так-то сложен для воспринятия. А тем более, такие образы, вот, витийству этим языком Андрея Критского написаны достаточно сложно. Что делать? И есть ли, может быть, какие-то аналоги перевода на русский язык? Ну, во-первых, мы уточним, что язык оригинала греческий. Так? И поэтому мы уже, слушая канон, слушаем его в переводе церковно-славянском. К сожалению, здесь приходится признать, при всей высоте и поэзии языка, перевод не самый, наверное, удачный. И есть места действительно очень трудные, особенно потому, что переводчик стремился сохранить порядок слов. И иногда нужно вот такое вот чутье, что ли, да, синтаксическое чутье, чтобы понимать, где члены предложения как расположены, и, соответственно, какое член предложения к какому относится. Но в наше время эта проблема намного проще, потому что, во-первых, есть истолкование, толкование на канон. Например, я вот назову одну из таких книг. Это книга епископа Виссариона Нечаева «Толкование на великий покаянный канон», где не все абсолютно тропари, но большей частью приводятся какие-то тропари этого канона, и дается их перевод на русский язык. Есть на церковнославянском, есть на русском, и краткий комментарий, объяснение, содержание, то есть указание на ту самую аллюзию к текстам Ветхого Завета, о каком именно событии священной истории идет речь. Есть и полные переводы на русский язык, для как раз такого понимания, уяснения. Но в нашей церкви, все-таки в богослужении, мы пока сохраняем, придерживаемся, следуем традиции употребления церковнославянского языка, языка, который восходит к просветителям славянских народов Кириллу и Мефодию. А вообще, если проявить стремление, то найти вот эти вот объяснения, даже, пожалуйста, вот и пользуясь в интернете сейчас православной информации довольно много, в том числе и сам текст канона, можно найти в интернете, можно найти и толкование. Саркадий, у нас еще один звоночек, нас занят из Серово. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. С великим постом вас. Спасибо. Совершается ли земные поклоны во время чтения покаянного канона? Спасибо за ваш вопрос. Да, наверное, очень такой актуальный вопрос. Устав указывает, что не земные поклоны, а они называются метания, по три метания совершаем на каждый припев, помилуй меня Божий, помилуй меня по уставу. А у метания что такое? Ну, это, если проще сказать, поясной поклон. Так, не вдаваясь вот уже в подробности, в общем, поясные поклоны, но вот по уставу, если интересно, то по три поклона на каждый тропарь великого покаянного канона. А земной поклон совершается по окончании пения, то есть после девятой песни канона, когда в заключении поется снова Ирмос бессеменного рождения, Ирмос девятой песни, тогда делается уже земной поклон. Спасибо, Алиса Аркадьевна. Вот я, может быть, вернусь к своему первому вопросу и солидарен с нашей телезрительницей, которая из Нижнего Тагила, наш телезритель, скорее всего. Вот о непонятности текстов канона. Собственно, давайте я, пожалуйста, процитирую вам небольшой отрывок, это один из тропарей канона. Вот и разберем, насколько он понятен вообще для нас, с вами и для наших телезрителей. Ну и вот я выбрал достаточно самый, может быть, непонятный для меня, но, может быть, для наших телезрителей тем более. Вот, Алиса Аркадьевна. «Давид, иногда Бога Отец, ащи согрешиши сугубо, Душа моя, стрелою оба устрелен, быв приубодействовав, копием же пленен, быв убийств отомлением, но ты сама тещайшими делу, недугующий самоходными стремленьми». Вот, собственно, что из этого понятно, может быть, вот два слова «Давид Бога Отец». Здесь как раз есть момент, вот это вот порядка слов, о котором мы сказали, да, «Давид иногда Бога Отец». Можно понять так, что он иногда, когда-то был Бога Отецом, но на самом деле речь идет, «иногда Давид Бога Отец», правильнее будет сказать, да, для понимания смысла, то есть в некогда, в какое-то время, вот в то время, «Давид Бога Отец», дальше у нас, что там идет. «Ащи и согрешиши сугубо, душе мое стрелою, оба устрелен, да, ащи и согрешиши, то есть, если и согрешил сугубо, то есть дважды согрешил, стрелою устрелен, значит, речь идет, как раз аллюзия, вот к событию Ветхого Завета, книги царств, в частности, то есть надо просто взять книгу царств, где повествуется о царствовании Давида, и где мы прочитаем, что нам говорится об этом, что Давид, пренившись красотой Версавии, вожжелал ее получить себе в жены, но она была уже замужем за одним из его военачальников Урии, и дабы получить ее, Давид идет, во-первых, он, как бы, вот этой похотью, да, прельщается, то есть он вожделеет ее, но для того, чтобы ее получить, он идет на то, что посылает этого его начальника, ну, в общем-то, на заведомую смерть, то есть на войну, где он точно знает, что он будет убит, и это происходит, и после известия о смерти Урии, он берет Версавию себе в жены. Вот это вот два греха, которые здесь говорятся, которые преподобный Андрей использует для уяснения, как бы, вот того, что человек даже тяжко так вот, согрешив, как согрешил Давид, но покаялся. И вот к такому шагу, к покаянию, несмотря на всю тяжесть греха, он и призывает в конце этого тропаря. То есть можно сделать небольшой вывод, что для понимания вот текста канона нужно знать все-таки достаточно хорошо Священное Писание. Конечно. Да, действительно, надо читать Священное Писание, и сейчас, кстати, вот время Великого Поста, это самое хорошее время для того, чтобы те, кто еще не знаком со Священным Писанием, кто не прочел Евангелие и не читал еще хотя бы, может быть, не всех книг, но основных книг Ветхого Завета, такие как книги Бытия, книга Исхода, книга Царств, это как раз исторические книги, повествующие о том, как вот само сотворение мира, вот это вот о том, что Бог сотворил мир из ничего, и сотворил этот мир в этом мире человека, и этот мир для человека, чтобы человек в этом мире прославил своего Творца. Грехопадение, как причина всего последующего, того, к чему шла вся дальнейшая история священная. Священная история вплоть до пришествия самого Спасителя, воплощения Господа Иисуса Христа, Его крестных страданий, смерти и воскресения, как избавление человечества от зависимости греху. Ну и, соответственно, вот читая канон, мы вот можем проследовать вот эту вот историчность событий, начиная от Адама и заканчивая Христом. Да, и вот буквально, если внимательно слушаем мы этот канон, то в первой песне автор начинает говорить о истории Адама и Евы, о том, что Ева была соблазнена грехом. И заметим, что преподобный Андрей не только поэтически обыгрывает, но и глубокие, очень богословские вот эти вот мысли, например, называя, сравнивая Еву чувственную и Еву мысленную. Да, то есть, вот тот соблазн, который в истории случилось с Евой, которая была соблазнена через змея видом плода и сделала этот шаг, вкусила его, да, и мысленной Евой он называет помысл греховный, который рождается в душе человека. Его можно предупредить, его можно избежать, то есть, не сделать этого шага ко греху. Если бы вот этот помысл, то есть, это искушение змея, обращенное к Еве, она бы отвергла, сказав, что несмотря на твой соблазн, я верую, что Господь желает мне добра, а поскольку Он заповедал не вкушать этого плода, то я не хочу и слышать о нем. Вот это значит отсечь этот помысл, но она вовремя не отсекла его. И мы в своей жизни, в духовной жизни, вот этот во время покаяния, особенно должны быть внимательны к помыслам греховным, к тому, чтобы вовремя их определить, отделить и избежать этого шага ко греху, который уже будет безвозвратным, который потребует тогда уже сугубого осознания покаяния и деятельного покаяния. Вот, Тес Аркадий, помимо достаточно сложных для нашего понимания тропарей, есть еще и достаточно вообще непонятные слова. В частности, они церковно-соянского происхождения, но вот давайте уделим еще некоторое внимание вот этому моменту канона Андрея Критского. И вот давайте я вам приведу, опять-таки, небольшой тропарь из первой части канона, подобного Андрея Критского. «Оскверни в плоти маэризу и околях, ежи по образу, спаси и по подобию». Вот слово «околях» абсолютно как-то непонятное. Ну да, вот есть целый ряд, конечно, слов, которые настолько устарели, они, в общем, вышли из употребления совершенно в современном языке. И слово «околях» нужно понимать как вот «очерних», то есть вот как бы «изгрязнив», «испортив», вот в таком смысле. Ну, в общем, «очернив» по существу. Ну и вот опять-таки тоже. «На горе спасайся душе, як жилот он и и всегору гонзай». Вот тоже всегору гонзай. У гонзай – это по-русски будет сказать «убегай». И, значит, здесь как раз в этом тропаре говорится о том, как бы на примере Лота, который живший среди жителей Содома и Гоморы, города, где грех настолько возобладал, что Господь идет для того, чтобы вообще уничтожить эти города и, значит, этому предшествует встреча Бога с Авраамом в образе трех странников. И Авраам сопутствует затем этим трем ангелам и вопрошает их о том, что если вот обретется там 50 праведников, погубит он эти города? Нет, отвечает Бог. А если 20, а если 10, даже если и 10, говорит, он праведников обретется в этом городе, то пощажу тогда жителей этого города. И единственный племянник Авраама, Лот, со своей семьей был извещен о том, что он должен покинуть этот город и бежать из него, не оглядываясь. Не оглядываясь. И там тоже есть характерное, которое автор тоже замечает в одном из тропарей, затем обыгрывает, что жена Лота, не послушавшись, опять же, этого повеления, бежать не оборачиваясь, обратилась к городу, на который в этот момент сходил огонь и серый, и тут же превратилась в соляной столб. И как бы здесь важный момент в том, заключается, что вот это вот неисполнение воли Божией, что она снова поддалась этому соблазну, то есть вот это притяжение к чему-то, к земному, когда она там жила, для нее это дорого и так далее. И вот результат, это духовная смерть. Сейчас, Аркадий, у нас еще один звоночек, нам звонят из Оренбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, раба Божия Валентина. Благословите, Батюшка. Господь да благословит вас. У меня такой вопрос. У нас буквально сегодня были похороны, и вот меня интересует вопрос, как там 7 дней, 40 дней отмечать какие-то есть ограничения, или все как положено, только спортом стало. И потом, да. Спасибо за вопрос. Как связать с Великим постом, естественно? Устав прямо говорит о том, что в первой седмице Великого поста не совершается поминовение усопших, в том смысле, что ни девятый день, если он приходится на дни первой седмицы, не совершается, должен быть перенесен на ближайшую субботу. Но в остальные дни Великого поста это примерно так же, если сказать, если сегодня были похороны, то девятый день, видимо, получится уже как раз не попадет на эти седмичные дни. То есть в субботу должен быть совершен. А сороковой день тоже, по идее, он должен быть в тот самый день, когда он приходится. Но надо иметь в виду, что в седмичные дни Великого поста не совершается литургия. Поэтому поминовение на литургии можно будет совершить только в субботу, ближайшую, или в воскресный день. Ну и в остальном, как таковое поминовение усопших в форме кратких заупокойных богослужений, литий заупокойных, совершается ежедневно в конце богослужения. Спасибо, Адис Аркадий. Вот, к сожалению, время нашего эфира уже подходит к концу, но думается, что мы с вами на протяжении нескольких дней время чтения канона Андрея Критского посвятим наши с вами темы, как раз таки обсуждение сложных мест вот этого Великого канона, а также поговорим еще на актуальные темы поста. Собственно, приближается среда, тогда, когда будет служиться прежде священная литургия. Думается, что все вопросы, связанные с этим, мы постараемся с вами обсудить. Я думаю, будет уместно, наверное, нашим телезрителям предложить, чтобы эта беседа была более плодотворной, проявить тоже некое попечение к тому, чтобы, может быть, прочитать что-то из книг Ветхого Завета, из Евангелия. Может быть, очень хорошо будет, чтобы все-таки прийти в храм непосредственно, чтобы слышать этот канон. Ну, или, если кто-то не имеет такой возможности, воспользоваться современными средственными связями и, найдя в том же интернете текст этого канона, почитать его, чтобы и могли быть вопросы от телезрителей по содержанию, может быть, непонятных им мест, вот такое пожелание, наверное, можно сделать. Ну, или, может быть, он начнет поститься. Дай Бог, чтобы слова этого покаянного канона пробудили в человеке, действительно, а они способны пробудить, если открыть вот свое сердце и действительно попытаться проникнуться их содержанием, тогда, я думаю, конечно же, вот этот вот плач, который звучит в этих тропалях, плач души, осознающий свои грехи, он, наверное, не оставит никого равнодушным и дай Бог, чтобы, коснувшись вот так вот, таким образом Бог к сердцу человека, побудил его сделать шаг к покаянию ради Царства Божьего. Спасибо, отец Аркадий, еще раз, благословите наших телезрителей. Господь да благословит и укрепит нас в несении подвига поста. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»